Мы никак не могли состыковаться, хотя он неизменно меня приглашал работать. Когда вдруг однажды он опять меня пригласил, я поняла, что он нуждается в моей помощи и операторской, и чисто товарищеской такой поддержки. Я, в общем-то, была вроде бы согласна, и когда я прочитала сценарий, я ужаснулась. Я говорю, Феликс, ну как ты можешь? А Викторе Некрасове вообще такой эпизод, и я такого не могу снимать, не буду. Он говорит, не будет этого эпизода, не будет. И вообще, знаешь, вот эта картина, это, так сказать, вот ее нужно снять сейчас, я уже дала обещание, а потом мы с тобой сделаем картину, самую главную, это о проблемах жизни и смерти. Вдруг он ко мне подошел и сказал, знаешь, у нас не получится работа совместная. Расстроенный жутко. Что уже там было причиной, я не знаю, но я, как сейчас помню, мы стояли у окна, я смотрю на него, говорю, Феликс, ну что ты так расстраиваешься? Ну что, последняя, что ли, твоя картина? Ну мы с тобой еще поработаем. Я чувствовала, что что-то произошло такое непоправимое, что ему трудно говорить. То ли его заставили, может быть, все-таки более жестко картину делать, и он понимал, что я на это не пойду, то ли были какие-то другие обстоятельства. Ну думаю, что скорее всего именно так было, что я же жестко сказала, что я эпизод с Некрасовым снимать не буду.